Приветствую вас, аноним. Давайте мы с вами разберём вопрос, который вы задаёте, и постараемся выработать некоторое решение. Или хотя бы несколько лучше увидеть ту ситуацию, которая есть на самом деле, а не ту, которая вам кажется. Итак, в последнее время меня очень угнетает моя работа. Если вас угнетает ваша работа, то нужно определить, с какого момента конкретно это вообще произошло. То есть, когда конкретно это началось, когда вы это почувствовали, когда вы это ощутили, вот, когда вы стали замечать, что работа вас угнетает, в какого момента это произошло. То есть, как я понял из вашего текста, забегая чуть вперёд, суть самой работы не менялась. За то время, что появилось угнетение, чувство угнетённости, вы делали всё то же самое, и вы продолжаете делать всё то же самое. Просто на определённом этапе начало появляться вот это вот ощущение того, что вас угнетает. Ну вот, нужно разобраться всё таки, когда оно появилось, что изменилось в вашем мышлении, что изменилось в вашем восприятии, что конкретно вы стали думать. То есть, например, раньше вы надеялись на что-то, например, вы надеялись на то, что, ну, например, ситуация может как-то разрешиться, да, или начальник будет слушать, или ещё что-то. А потом что-то произошло не так, или, может быть, есть ещё какие-то моменты здесь. Дальше. Приезжаю домой, и хочется заесть всю грусть. Ну, вообще, надо сказать, что у грусти есть и позитивная сторона. Грусть была хорошая, светлая, вот, и не всегда от неё нужно избавляться. Вопрос в том, почему вам хочется избавиться от грусти. То есть, вы не можете находиться в состоянии грусти, вы не можете её проживать, вы не можете её пропускать через себя, вам обязательно нужно её подавить. Вот, как так получается, что вы хотите подавить свою грусть, тоже нужно рассмотреть более детально. Вы пишите о том, что вам хочется заесть её, заесть грусть, и здесь мы имеем дело со следующими вещами. Во-первых, заедание – это оральное поведение, то есть, поведение, которое реализуется посредством рта. И данное поведение характеризуется потребностью человека в любви. Именно в любви. Вам не хватает любви. Вы не испытываете к себе, вот, в достаточном для вас количестве любви. Что это значит? Это значит, что вы не принимаете себя полностью такой, какая вы есть. Вероятно, есть какие-то ожидания, есть к себе какие-то претензии. Вероятно. Ну, может быть, ситуация несколько иначе. Тут я ничего не хочу сказать, ничего не могу сказать пока. С другой стороны, речь идёт о недостатке эндорфинов. То есть, вот, в данном случае, вы, заедая грусть, по сути, просто хотите почувствовать себя более счастливой. То есть, вы не чувствуете себя счастливой. Вот. Вместе с тем, вместе с тем, желание заесть, то есть, вот, чувство сытости, оно задаёт чувство защищённости. То есть, вы через еду пытаетесь компенсировать свою уязвимость. Тоже очень важный момент. Ну, необходимо разобрать и рассмотреть более детально и поисследовать, да? Ваша уязвимость. Как вы поняли? Ну, вот, из чего она состоит? Что вы с ней можете сделать? Вот. Это очень важно. Одна из причин, по которым вы не чувствуете себя любви, является именно, вот, не принятие этой самой уязвимости, которая является, в общем-то, частью каждого из нас. Каждый из нас, в чем-то является уязвимым и это нормально. Дальше. Сейчас ищу параллельную работу, но есть страх, так как прошлый раз искала работу целый год. Не совсем понятно, а страх от чего? То есть, вы ищите параллельную работу, но от чего страх? От чего вы боитесь? Вы пишите, что искажа работала целый год. Неприятно, но, в общем-то, что здесь такого? И потом, может быть, вы делали что-то неверное? Как бы, занимаясь поисками работы. То есть, понимаете, вот, страх, это, вот, концептуально, да, концептуально. А страх, это, я сейчас не буду говорить о чувствах, да. Я сейчас не буду говорить о том, что человек чего-то хочет, о том, что он чувствует опасностью, да. Вот. Я скажу, что концептуально, с точки зрения, вот, наблюдателя, с точки зрения осознания, как мы можем видеть страх, это такое предположение человека, что существуют вещи, на которые он не может повлиять, но которые с ним непосредственно связаны. Это, конечно же, является ошибкой, это, конечно же, является мистическим представлением, вот. Хотя я уверен, что, если вы будете внимательно слушать мой ответ, то именно это утверждение вызовет у вас несогласие. Ну, подискутировать при желании с вами в рамках терапии, конечно, я, в принципе, готов. Вот. То есть, вы говорите, что вы ищите работу целый год, а подразумеваю, что целый год вы находились в подвешенном. состоянии. Это, конечно, неприятно. Это, конечно, неприятный вопрос в том, как бы к этому относились. Да, как бы относились к тому, что искал работу целый год. Ведь вы же как-то жили. Вот. И, да, может быть, вы жили не очень хорошо, может быть, вы жили не так хорошо, как могли бы, но жили. И это вопрос вам. Да? Чего вы боитесь? Дальше. Вы говорите, значит, искал работу целый год. Не совсем понятно здесь, как вы вообще организовываете свой, ну, вот, свой профессиональный путь, образно говоря. Что они себя представляют. Просто, если вы хотите чем-то заниматься, если вам что-то нравится, то, то, вы можете это делать все время. За это не обязательно всегда получать деньги, но вы можете это делать все время. Снова забегая чуть вперед, скажу, что вы упоминаете хобби, и вот очень важно понять, как хобби соотносятся с работой вашей. Вот. То есть, как конкретно ваше хобби соотносятся с работой. Вот. И, то есть, как вы выбрали ту специальность, по которой вы работаете, и как вы выбрали хобби. Насколько они далеки друг от друга, и, вот, эмоциональные связи этих двух элементов. Вот. Потому что, есть у меня такое ощущение, что работа для вас это что-то такое заведомо неприятное, что-то такое заведомо тяжелое. Вот. И, очень важно, эти абсолютно не реалистичные представления, попытка бы откорректировать. Дальше. Удерживает только сварплата, а коллектив точно меня раздражает. Чем? Понимаете ли вы, что раздражение испытывается вами, коллектив здесь не при чем, это вас задевает. Что-то, ну, что-то из того, что делает коллектив. И нужно исследовать, исследовать ядро вашего раздражения. Дальше. Начальник не слышит, когда ему что-то стараешься донести. Есть только его мнение и все. Ну, а чего вы решили, если начальник не должен, эээ, должен точнее вас слышать. Слышит, что вы донести, чего вы так решили. Зачем вообще есть трудно носить начальник, если у вас есть определенные обязанности, которые вам нужно выполнять. То есть, вообще, начальник, это, по большому счету, человек, который просто управляет общей деятельностью, да, общим вектором коллектива. И я не очень, не очень здесь понимаю, почему вы пытаетесь что-то, вот, донести до начальника, да, и пытаетесь, ну, вот, что-то донести именно до него. И переживаете по поводу того, что у вас это не получается сделать. Дальше. А тут ощущение, что вас это задевает, что он к вам не прислушивается. Эээ, хобби пока не получается сделать основным заработком. А как мне думать о работе? А в каком ключе вы думаете о работе? Что вы, что вы думаете о работе? Понимаете, как это ни странно? Я даже не знаю, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии, из чего стоят ваши обязанности. Я даже не знаю, какое у вас хобби. То есть, и это к чему? Это к тому, что вы не говорите про саму работу. Вы говорите про то, что вокруг находят работу. Но не о работе. Не думайте вы не о работе, а о том, что происходит на периферии. О коллегах, о начальнике, о деньгах, о грусти и прочее. Это все периферии. Это не работа. Ну, как такова. Понимаете? В чем, в чем суть. Дальше. Как спокойненько к всему относиться? Чтобы спокойненько относиться, нужно поработать с личными границами. Чтобы вы могли четко понимать для себя, где я, где все остальное. Пока этого нет. Дальше. Сегодня выходной. У меня очень в ком в горле. От того, что завтра на работу. У нас это как-то задевает. Знаете? У вас лично это вызывает негатив. Надо с этим разобраться. Откуда он берется? Чего он себе представляет? И прочее, прочее, прочее. Дальше. Просто еще очень ответственный человек. Получается, спокойно реагирует. Много энергии оставляет на работе. Понимаете? Ответственный человек. Не равен беспокойному человеку. То есть, вы свое нервное напряжение, свою раздражительность здесь оправдываете ответственностью. Это не лучшее решение. У вас не ответственность. У вас гиперответственность. Чрезмерная ответственность за другое, но не за себя. То есть, за себя, за свою числу, за свою гармонию, за свое равновесие вы ответственности не несете, но вы берете большую ответственность за то, что с вами не связано. И вы пишете, что просто еще человек, я ответственный, не получается спокойно на все реагировать. Ответственность и то, что вас многие вещи задевают, не одно и то же. Далее, вы пишете много энергии и оставляете на работе. Это ваш выбор. Ответственность, это также выбор. Если ответственность не является выбором, это уже не ответственность. Это уже долг, обязанность, вина. Понимаете? Это не ответственность. Поэтому здесь вы говорите о разных вещах. Смешиваете, смешиваете их. Поэтому такая путаница происходит. Что вы себя считаете ответственными. И за это вот это все. На самом деле нет ответственности. Здесь ситуация не имеет отношения. Именно вот это. То, что вы не спокойно на все реагируете. Это не про ответственность. Это про то, что вас это лично задевает. То, что вы много энергии оставляете на работе. Это не про ответственность. А про то, что вы преследуете свою личную, не связанную с профессиональной историей цель. Понимаете? То есть необходимо вот разграничить все эти вещи. Дальше. Может пора увольняться, раз такое состояние, после работы понимаешь, что это не прочитается. И сейчас это бессмысленно, только ради денег, чтобы себя обеспечить и могли помочь. Ага. Ну, я здесь вот не очень понимаю, с одной стороны, ваше отношение с мамой. То есть, вы хотите сказать, что мама не способна себя обеспечивать. Вы хотите сказать, что мама живет достаточно бедная, если вы вынуждены ей помогать. Ага. Насколько вы хотите своей маме помочь. Потому что, знаете, какая штука, какая штука. Если вы хотите своей маме помочь. И если вы хотите себя обеспечить. Ну, просто вот в самом необходимом, допустим. То этой цели вам будет вполне достаточно, если это то, чего вы хотите. И, в общем-то, много энергии на работе расставлять не будете. Вы расставлять ровно столько, чтобы выполнить обязанности, которые входят в оплату. И все. Всю остальную энергию вы будете тратить на себя. Вы делаете больше. Значит, дело здесь не только в том, чтобы себя обеспечить и помочь маме. Но, в то же время, вы и не свободны. То есть, вам не хватает этой идеи о том, что не нужны деньги. Вам хочется чего-то и все. То есть, вот здесь, мне кажется, это тотальное непонимание своих желаний. И очень много обязательств. Очень мало того, что я хочу. В том числе, из-за вот ответственности перед мамой. То есть, я не уверен, вот по вашему письму, что вы хотите ей помогать. По крайней мере, если вы хотите, это на 100%. Вот. И вы говорите, что день просят зря и все бессмысленно. Ну, как, просят зря и бессмысленно, если вы получаете за это деньги, которые вам нужны. Уже не бессмысленно. Это первое. Второе. Хобби занимаются не ради заработка. Хобби занимаются просто нравиться. Хорошо, если хобби приносит деньги. Но если хобби не приносит деньги, ничего страшного в этом нет. То есть, откуда у вас к хобби ожидание, что оно будет носить деньги? Это уже не хобби в таком случае. Понимаете? Вам нужно переоценить свое хобби. Посмотреть, насколько оно раскрывает вас. Насколько вы самозабвенно занимаетесь этим. Сколько вы увлечены этим. Насколько это заответствует тому, что вы хотите. Понимаете? В общем, дело. А не в контексте того, что хобби нужно превратить в заработок. Выполнимость работы на этой работе, если вас устраивает заплата. Просто эмоционально от этого отдалить все. Но вы почему-то не можете. Потому что вас что-то задевает. Ну, что задевает? Ну, надо посмотреть. Дальше. Ага. Работает четвертый год. Карьерной лестницы нет в компании. Развития нет. Развития нет. Ну, я понимаю вас, я понимаю, о чем вы говорите, но развитие, возможно, не обязательно в компании. Это первое. А, второе. А, если вы сами чувствуете, что мы все больше, ага, что готовы как-то вот на новый уровень перейти, то я думаю, что нужно показать компании свою полезность. Ну, так. Показать компанию свое рвение, свой блеск в глазах, огонь в глазах. У вас этого нет. О каком развитии вы говорите? Вы говорите. Дальше. В последнее время вообще такое состояние, хочется отстраниться от людей, чтобы никто не общался со мной и просто тупо делал свою работу. Ага. Что значит? А почему вас раздражает общение? Как это происходит? Как происходит раздражение при общении? Что вы думаете? Какие чувства вы испытываете? Чего хотите в эти моменты? Давайте разберем это. Это важно. Правда важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Экспільní пылечи. Спасибо за внимание. my я